Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Эту заманчивую мудрость приписывают древнему мыслителю Конфуцию. Актуальности она не теряет и сегодня. Все больше людей в современном мире мечтают превратить хобби в профессию. И самым целеустремленным это удается. Пекарни, кофейни, интерьерные лавки – все это чьи-то идеи, которые однажды стали приносить доход. В Ивановской области с 2009 года действует программа содействия самозанятости безработных граждан. Жители региона, которые решили организовать собственное дело, могут претендовать на финансовую поддержку в размере 58 800 рублей. Сумма равна годовому пособию по безработице в максимальном объеме. И вот с этого 2009 года у нас в области открыли собственный бизнес 2320 человек. И мало того, вот из этого количества 2320 человек, почти 600 человек – это молодой возраст, до 29 лет. Молодые наши жители нашей области. Ими еще дополнительно было открыто 3,5 тысячи рабочих мест для других граждан, незанятых, и в том числе тех, кто состоял на учете в службе занятости, в центре занятости населения. Сумма, конечно, небольшая, но для старта тоже неплохо. Правда, дадут ее на что-то конкретное. А потом еще проверят, на то ли начинающий предприниматель потратил субсидию. В этом году поддержку получат 50 человек. 42 заявителя уже защитили свой бизнес-план. Раскрутиться получается не у всех. Спустя год примерно 70% сходят с дистанции. Конечно сходят, потому что это ведь годовая величина пособия по безработице. Правильно? Вот если в течение года человек прекращает этот бизнес, эти деньги он обязан вернуть. А если год уже прошел, он может найти себе какой-то другой вид деятельности. Он может быть по трудовому договору, работать на предприятии на доброе здоровье. Он выполнил свои обязательства. К нему претензий нет. Ну а кто-то так и продолжает заниматься и себя чувствует очень довольный и удовлетворительно на этом рынке. Жизнь Татьяны Беляковой кардинально поменялась с рождением дочек-двойняшек. Молодая мама понимала, возвращаться в прежнюю стезю, юриспруденцию смысла нет. Детям нужно внимание. Но и становиться домохозяйкой тоже не хотелось. Решила попробовать себя в хендмейде. Прошла курс обучения витражу. Купила станки для резки и шлифовки стекла. И дело пошло. Дальше больше стала осваивать фьюзинг. Запекание стекла. Там потребовалась специальная печь. На нее денег в семье не было. В конце прошлого года Татьяна обратилась в центр занятости. Шла целенаправленно за субсидии на собственное дело. За новогодние праздники написала бизнес-план. И все получилось. Защита прошла, на мой взгляд, легко. Я вообще, почему-то я была уверена, что мне эту субсидию дадут. Причем я себя как-то останавливала. Думаю, нельзя же быть так уверенным. Тебе же могут отказать. Друг другие проекты интереснее. Думала, надо же подготовить себя морально к отказу. Думаю, тогда буду искать печку, получать другими путями. Вот, видимо, это моя идея, что мне нужна эта печь. Это у меня как фонарь во лбу, как прожектор, видимо, светелось. И вот печь мечты в кармане, точнее, в прихожей. Подходит для обжига керамики и стекла. Сувениры, выполненные в ней, разлетаются, как горячие пирожки. Получить поддержку от службы занятости не так просто, как может показаться на первый взгляд. Комиссия, которая принимает решение, оценивает, готов ли соискатель профессионально и в полную силу заниматься тем, о чем рассказывает. Насколько это дело актуально и полезно для региона, рентабельно ли. Знаю, многие заказывают бизнес-план на стороне. Как бы людей пугает тот перечень. Там же нужно осветить все вопросы. Это технологический процесс нужно описать, производственные мощности, затраты на производство, поиск потребителей нужно описать, свою целевую аудиторию нужно описать, как вы будете искать рынки сбыта, как вы будете привлекать своих клиентов. Как говорится, было бы желание. Татьяна делает сувениры, украшения, посуду. Освоила сложную технологию обработки и соединения двух капризных материалов – глины и стекла. Работа почти ювелирная. Мастеров в стране, которые умеют это делать – единицы. К счастью для молодой мамы, не все работы такие трудоемкие. Такие бутылки тоже покупают. Причем их покупают мужчины для брутальных посиделок, типа со шпротами, не знаю для чего. Также эти бутылочки можно использовать как основу для творческого оформления. Например, подчасы, докупаж можно сделать, роспись можно сделать. Вот здесь уже отверстие просверлено. Это я тоже делала. Как вы делаете такую бутылку? Берется бутылка, обычная бутылка, и в печку. Через сутки вынимаем вот такие вот расплющенные вещи. То есть это запеченное? Это запеченное, да, называется «выпитое и выжатое». То есть это не кирпичами давится. Многие говорят, мы знаем, как. Принести свой бизнес-план в службу занятости можно в любой момент. В следующем году программа продолжит свою работу. Для тех безработных, кто планирует принять в ней участие, есть хорошая новость. Сумма поддержки, возможно, будет увеличена. Елена Белова, Михаил Кенгуров, Денис Денисов, РТВ Иваново.